нашей страны. Известно лишь, что речь идет о военных угрозах. Мой коллега Сергей Герасимов тоже решил выяснить, что же нам угрожает и чего бояться. Вам ничто не угрожает, можете жить спокойно. С такими словами министр обороны Артис Пабриевс отправился докладывать правительству об угрозах безопасности страны, что характерно за закрытыми дверями. Так о чем же будут докладывать, если ничто не угрожает? Мы анализируем ситуацию и угрозы всегда являются. У нас нет общества без угроз. То есть если у нас было общество без угроз, тогда не было смысла ни армии, ни полиции, никому и ни ключам в наших дверях. То есть есть всегда какие-то опасания. И мы должны это анализировать и предотвратить, если мы это можем сделать. И хотя доклад об угрозах стране в правительстве зачитывается ежегодно, совпадение лишь, что в этом году Минобороны представляет его именно в те дни, когда в нескольких сотнях километров от латвийской границы проводятся российско-белорусские военные учения. Запад-2013. Эксперты в сфере международных отношений говорят, такие масштабные маневры должны быть объектом пристального наблюдения со стороны Министерства обороны. С такими целями, которые поставлены перед этими учениями, наверное, у Министерства обороны, как и у министра, который отвечает за оборону страны, у него, наверное, вызывает достаточно много вопросов. Потому что на этих учениях, во-первых, отрабатывается высадка десантов на берегу в Калининградской области, на двух полигонах. Это такая угроза гипотетическая, которая должна быть проанализирована, возможности какие-то. Ну, это задача Министерства обороны, и оно, наверное, докладывает правительство именно вот в таком ключе. Впрочем, учения в Беларуси и Калининградской области завершатся через пару дней. А вот проблемы, которые не исчезают, это кибербезопасность и распространение так называемой российской мягкой власти. Пабривс не так давно уже высказывал опасения в связи с укреплением позиции русского языка на постсоветском пространстве. Так и Латвии стоит уделить пристальное внимание Латгалии. Министр всерьез считает, что там не исключены новые разговоры об автономии. Напомним, что и выдачу видов на жительство в обмен на инвестиции часть кабинета министров считают реальной угрозой, ведь ей в основном пользуются граждане бывшего СССР. А вот сами латвийцы, как выяснилось, вообще ничего не боятся. Я думаю, нет никаких угроз стране, ни со стороны России, ни со стороны ЕС. В безопасном мире живем. Надо начинать с себя, поставить для себя приоритеты правильные. Тогда можно изменить страну и не искать никакие угрозы. Нет, я уже в возрасте, так что мне больше ничего не страшит. Латвийское небо надежно охраняют самолеты НАТО. Восточную границу стережет визовый режим. Так откуда ждать угрозы? Въедет ли она на танках или с кошельками иностранных инвесторов? Пока в правительстве обсуждают оба этих варианта, может стоит посмотреть и на себя. То есть заняться безопасностью внутренней. Даже если в сегодняшнем докладе об угрозах она и обсуждалась, то от слов пора переходить к делу, уверены эксперты. Так до сих пор не решен вопрос с элементарным техническим оснащением латвийских спецслужб. Вот как был пожар на президентском дворце. Случить пожар в это же время, в таком же, кстати, объекте. Все. У нас нет никаких ресурсов. То есть, понимаете, внутренняя безопасность настолько низкая, что можем тушить один крупный объект. И это никого не волнует. Это всем, так сказать, безразлично. Главное, что там у нас угроза откуда-то исходит. Это кошмар. То есть, даже если исходит от груза, угроза от кого-то там, так сказать, от каких-то групп. Чем тушить будете, если тут что-то действительно, когда угроза реализуется. И если в вопросах международной безопасности полагаться на НАТО для Латвии дело привычное, считают эксперты, то вопросы внутренней безопасности решать придется самим. Сергей Герасимов, Марис Юргенсон, с Латвийской телевидения. И к событиям за рубежом. В Нью-Йорке открылась 68-я сессия генерального...